hello everybody welcome to my youtube channel english for everyone всем привет добро пожаловать на мой youtube канал английский для всех my name is cj мое имя сергей друзья сегодня я хочу продолжить my friends today i'm going to continue я собираюсь продолжить to read читать our christmas story нашу рождественскую историю осталось буквально две главы и мы приблизимся к финалу друзья мои давайте начнем сначала как всегда я читаю страницу полностью мы ее разбираем переводим после этого переходим к следующей странице и как только мы закончим полностью всю эту главу я с самого начала прочитаю вам этот текст без русского перевода ровно для того чтобы проработать ваш слух так называемое аудирование и так дорогие друзья let's start давайте начнем chapter 8 хаминда и лоун голова 8 харминда 1 харминда в одиночестве и лоун 66 хаминда 1 ч ухты Commission петь впереди номин 31 créто Apache f экспеди expose к equivale маршавра Jared били предпор yn Mary 1 slutty нам потом петь впереди 65 дописсяなく фэйра Фэфyan 3 обязаны предислить 15 нояб Euchи фэм был скрытый печь фэмрог для гигантL 20 х学 sans съезде не to escape with the money. Translate. I am sure. I'm sure. Я уверена. They, они, think, думают. I am really stupid. Я по-настоящему глупая, тупая. Видим, здесь спрятался глагол to be, форма M, потому что I. I am really stupid. Thought, подумала, харминда. Глагол think, вторая форма, прошедшее время. Thought, харминда, подумала, харминда. And I am. И здесь идет такое согласие. И да, я как бы немножко того. Because, потому что I believed them. Потому что я верила им. И тут мы видим прямая речь. Это ей говорят ее приятельницы. Вот эти новые испеченные подружки. Spend time with your dad before his operation. Spend, проведи time, время, with your dad, с твоим папочкой. Before, до того, как his operation. И перед тем, как он будет прооперирован. Они сказали. They weren't worried. Очень внимательно смотрим сюда. They weren't. Мы знаем, что was и were – это прошедшее время. Почему здесь употребляется were? Потому что they – множественное число. Когда больше, чем один, тогда were. Когда один, тогда was. I was – я был. They were – они были. А здесь у нас отрицание. They weren't. Они не были. Worried. То есть дословно перевести так. Они не переживали. They weren't worried. Worry – это беспокоиться, переживать. Worried – прошедшая форма. Окончание – ид. They weren't worried. Они не переживали. В данном случае мы weren't не переводим. Оно имеет место быть, потому что они во множественном числе, что в прошедшем времени не переживали. They weren't worried. Они не переживали. Они не беспокоились. Помните, была такая песня? Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Так вот, don't worry означает не беспокойся. Be happy. Будь счастлив. Don't worry, be happy. Помню, кто это пел. Если что, в интервью. Да, в интервью. У меня кто-то будет брать интервью. Юрий Дудь возьмет когда-нибудь интервью, когда скажет, Серега, как ты вообще все это сделал? Как ты перевернул все вот это обучение английского языка для людей? Да, вот так вот. Так вот. They weren't worried. Они не беспокоились. About me. Обо мне. Spending time with dad. Проводящий время с моим папочкой. То есть, они не беспокоились, как я буду проводить время с моим отцом. The only thing they wanted. Единственная вещь, которую они хотели. Was, была enough time. Достаточное время. To escape. Сбежать. With the money. С деньгами. То есть, все, о чем они беспокоились, это единственная вещь. Они просто хотели воспользоваться случаем и сбежать с деньгами. The only thing they wanted was enough time to escape with the money. Шона was different. At least, Хаминда thought Шона was different. She thought that after all this was over, they could be friends. But now, she didn't know what to think anymore. Maybe they've got to get a drink or something to eat, thought Хаминда. Translate. Шона was different. Шона была другой. At least, по меньшей мере, Хаминда thought Шона was different. Хаминда думала, глагол think, thought, вторая его форма, прошедшее время. Когда вы хотите сказать, что вы подумали, тогда, вчера, вы говорите I thought. Я подумал. I thought about it. Я подумал об этом. Don't worry. Не беспокойся. I thought about you. Я подумал о тебе. И вот здесь говорится то же самое. Хаминда thought. Хаминда подумала. Шона was different. Шона была другой. She thought that after all this was over, they could be friends. She thought, она думала, that after all this was over, после того, как все закончилось, they could be friends. Они могут быть друзьями. But now she didn't know what to think anymore. Здесь мы переведем так. But, но, anymore, обычно всегда стоит в конце. Но переводим его мы следующим после, but. But anymore, но больше, она, she didn't know, она не знала what to think, что думать. What to think. Здесь think, глагол думать, в его обычной форме. To think. Maybe they've gone to get a drink or something to eat, thought Хаминда. Maybe, может быть, they've gone to get a drink. Вот здесь сокращение. They have. Это время, когда мы хотим сказать то, что в прошедшем времени что-то произошло. They have gone. Have плюс третья форма глагола. А мы знаем, что глагола go, went, gone как раз является третьей формой. Have плюс третья форма глагола указывает нам на факт. Например, мне в свое время было очень легко запомнить это время, когда мне необходимо было осознать тот момент, что мне необходимо отчитаться о происшедшем. Например, я говорю, я потерял ключ. И в данном случае у меня нет точки во времени. Точка во времени, например, это вчера, позавчера, два дня назад, три часа, пять минут назад. Вот что значит точка во времени. А когда нет точки во времени, просто абстрактно, я потерял, не помню, вчера, сейчас это было, когда вышел, или вот выходил из машины, они вывалились. То есть нет точки во времени, но есть конкретный факт в прошлом. Соответственно, есть специальное время. Это как раз have, had плюс третья форма глагола. И в данном случае вот как раз they have, сокращенно they've, gone. They've gone to get a drink. Они отправились, они пошли что-то выпить. Or something to eat. Или что-то something to eat, съесть. Понятно, да? То есть когда вы хотите четко отчитаться о происшедшем, но это было в каком-то прошлом, непонятно в каком, но в прошлом, и есть факт, то что с вами что-то случилось, то вы произносите эту формулу. Have и третья форма глагола. I've lost my keys. Я потерял мои ключи. В свое время, когда я только начинал изучение и знакомился с этим своеобразным временем, я запомнил себе вот этот пример. То есть я потерял ключи. Все, вот они. Я щупаю себя по карманам, и я не могу обнаружить ключи. Где же они, я не знаю. И соответственно, я себе делаю отчет. I've lost. Я потерял. I have lost. I've, сокращение. I've lost my key. И вот всегда, когда мне необходимо было использовать это время в разговоре, для того, чтобы отчитаться о происшедшем непонятно в каком времени, ну, в плане непонятно какой точке во времени, то я вспоминал этот пример I've lost my key и мог уже подставлять любой глагол. I've watched. Я посмотрел. I have watched the movie. Я посмотрел фильм. I've cleaned the car. Я помыл машину. I have. I've prepared the dinner. Я приготовил ужин. И так далее. То есть, я думаю, с этим у вас сложности возникать не будут, если вы действительно осознаете простоту. Я потерял. Все. Привяжите. Даже вот к моему примеру, я потерял ключи. Have плюс глагол в третьей форме. Вот так вот детально разжевываю, друзья мои. Но я это делаю для того, чтобы вам было максимально понятно. Итак, поехали. Maybe they've gone to get a drink. Возможно, они отправились выпить что-то. To get a drink. Or something to eat. Или что-то съесть. Thought Harminda. Подумала Harminda. But she knew the truth. Without Harminda, there to stop her, Vanessa probably talked to Shona about all the places Shona could go on her honeymoon. Translate. But she knew the truth. Но она знала правду. Глагол know в форме knew. Вторая форма прошедшего времени. Но она знала the truth, правду. Without Harminda, there to stop her. Without. Без Harminda, there to stop her. Которая могла остановить ее. Vanessa probably talked. Ванесса, возможно, рассказала to Shona, Shona, about all the places, о всех местах Shona could go, в которых Shona может поехать, on her honeymoon, на ее медовый месяц. Honeymoon – это медовый месяц. Moon – это мы знаем, что луна, а honey – это связано с удовольствием. Вот honeymoon – это медовый месяц, так как это месяц, проведенный в удовольствиях. They could share the money, half-edge, 50-50. That was enough to go on honeymoon for over three months. Harminda could hear Vanessa. It was so easy to believe her. It was so easy to believe her. She was the perfect actress. Excuse me, said a gentle voice, making a hummy in the jump. Sorry, I didn't want to frighten you. Translate. They could share the money. Они могли разделить. Глагол share – это делить. Share the money. Они могли разделить деньги. They – потому что конкретные деньги. Этот артикль, they – мы используем, когда идет конкретика. Э – когда неопределенность. Э – money. Просто какие-то деньги. А their money – ну вот мы знаем, что речь идет о конкретных деньгах. They could share the money. Они могли разделить деньги. Half each – половину, каждый. Each – это каждый. Each day – каждый день. Есть такое слово, как every, every day. А есть each day – каждый день. То есть это синонимы. Fifty-fifty – 50 на 50. Здесь легко. Очень часто и мы используем это словосочетание fifty-fifty, когда речь идет о дележке, например, денег, да? Fifty-fifty – 50 на 50. That was enough. Это было достаточно. To go on honeymoon for over three months. Это было достаточно to go, чтобы поехать on honeymoon – свадебное путешествие for over – более чем three months – на три месяца. То есть кутить можно на эти деньги больше, чем на три месяца. Haminda could hear Vanessa. Haminda могла слышать Ванессу. It was so easy to believe her. It was – это было so easy. Так легко. To believe her. Чтобы поверить ей. Easy – легко. Очень часто мы можем услышать в американских фильмах, если мы смотрим их без перевода, когда кто-то кого-то успокаивает и говорит «Easy, man!» Будь спокоен, как бы тихонечко, чувак, тихонечко. Easy – расслабься. Easy – тихо. Тихо, тихонечко. Расслабься. Все вот это можно использовать, если вам необходимо выразить такой контекст. Easy – расслабься, тихо, успокойся. Все будет нормально. Easy – easy, man! Everything will be okay. Расслабься, чувак. Все будет в порядке. It was so easy to believe her. Это было так легко поверить ей. She was the perfect actress. She was – она была the perfect – прекрасной, чудесной actress, актрисой. Выдающейся, можно еще сказать. Perfect – выдающейся. actress, актрисой. Excuse me. Извините, said a gentle voice. Сказал gentle. Это такой спокойный, умиротворенный voice – это голос. Making Harminder jump. Making – глагол make – делать. То есть, в данном случае мы скажем так. Making Harminder jump. Заставивший Harminder прыгнуть. То есть, подпрыгнуть от страха. Excuse me. И здесь я хочу еще обратить ваше внимание. Вот как раз excuse me – извините. И тут будет у вас следующее sorry, I didn't want to frighten you. Sorry и excuse me. Чем они отличаются? Excuse me – это когда мы хотим обратить чье-то внимание на себя. То есть, мы хотим что-то у кого-то спросить, подходим и говорим Excuse me, sir. Извините, sir. Can you help me? Могли бы вы мне помочь? Can you help me? Или Can I ask you? Мог бы ли я вас попросить о чем-то? Либо спросить Can I ask you? Excuse me? Can I ask you? Или наоборот, вы можете предложить помощь. Сказать Excuse me, can I help you? Могу ли я вам помочь? Так вот, excuse me – это обращение на себя внимание в вежливой форме. Простите, извините. А вот sorry – это уже I'm sorry, я извиняюсь, sorry, извините за то, что вы уже кому-то причинили какое-то неудобство. То есть, вы наступили кому-то на ногу и говорите Oh, I'm sorry. То есть, вот тут как бы вам неудобно, да? Вот и разница. Excuse me, sir. I'm sorry, sorry, sir. Вот и все. Так вот, sorry, извините, I didn't want to frighten you. Я не хотел, мы видим здесь did, о чем это говорит, о прошедшем времени. Глагол следующий будет стоять в прошедшем времени. Я не хотел, тогда не хотел, не не хочу, не буду хотеть, а не хотел. Да, это было две секунды назад, я ее перепугал, но это уже прошлое время, поэтому I didn't want to frighten you. Я не хотел испугать вас. Frighten, глагол пугать. I didn't want to frighten you. Я не хотел испугать вас. И еще хочу подчеркнуть частица to, здесь стоит, потому что, в принципе, глагол пугать, to frighten, но и также, когда два глагола вместе, в английском языке нет запятых между глаголами, существует просто частица to, и она всегда стоит между глаголами. Want глагол хотеть и frighten глагол пугать. I didn't want to frighten you. Я не хотел напугать вас. Хаминда turned around and saw a young man. He was smiling kindly, and when Хаминда saw that his arm was in a plaster, she started to relax. No, I'm sorry, how can I help? Translate. Хаминда turned around. Хаминда развернулась. Around это по кругу, вокруг. Turn это разворачиваться. Turn right повернуть направо. Turn left повернуть налево. Turn around развернуться. Но здесь прошедшая форма. Мы говорим от автора. Хаминда развернулась. То есть прошедшее время окончание иди. Turned around. Хаминда turned around and saw и увидела глагол see в прошедшей форме. And saw и увидела a young man молодого мужчину. He was smiling kindly. Он was smiling. Наше любимое время was и инговое окончание глагола. Когда мы это используем? Все верно. в тот момент, когда нам необходимо указать, что действие было прям текучим, но в какой-то момент в прошлом. Was как раз говорит нам о прошедшем, а инговое окончание, что действие было текущим в тот момент. Поэтому что он делал? Каким он был? He was smiling. Он улыбался. Он был улыбающимся. Закон о герундиях. Все помним, на моем канале есть такое видео герундии, инговое окончание, лайфхаки, 2000 слов за 5 минут. Друзья мои, he was smiling. Он улыбался. Kindly. Kindly. Он добро улыбался. То есть у него была добрая улыбка. He was smiling kindly. And when увидела that то, что his arm его рука was была in a plaster plaster означает гипс. Очень легко запомнить. Пластырь. Мы можем прилепить себе, когда там натерли ногу пластырь. И вот plaster по-английски гипс. Plaster saw that his arm was in a plaster увидела, что его рука в гипсе she started to relax. Она начала расслабляться. Это дословно. Она расслабилась. No. I'm sorry. How can I help? Нет. Извините. Она тоже извиняется и говорит I'm sorry. How can I help? Как я могу помочь? Can you tell me the way to King's Cross Station? I've came here in ambulance, but I don't know this part of London, and I'm not sure how to get back home from here. Translate. Он здесь говорит Can you tell me могли бы вы мне сказать the way? Или могли бы вы мне рассказать о пути? То есть указать путь to King's Cross Station на станцию King's Cross. Смотрите, мы говорим могли бы вы мне показать Can you show me? На английском языке эта фраза будет звучать так. Но если на самом деле задуматься что значит показать? А если это не в поле нашего показывания так сказать? Мы не можем упереться взглядом на тот или иной объект и указать вот туда иди видишь вот это квадратное здание. Если это здание где-то за поворотом мы его не видим как мы можем показать? Взять за ручку провести и показать? Нет. Поэтому здесь действительно вот англоговорящие говорят более правильно более точно согласно ситуации могли бы вы мне рассказать Can you tell me? вместо can you show me? Can you tell me? То есть и тут да мы здесь стоим прямо 200 метров поверни направо за тем светофором и там еще 50 шагов и ты будешь на месте пребывания то есть вот как раз они более правы чем мы в нашем лексиконе Can you tell me? Не могли бы вы мне рассказать? Away у пути да на станцию King's Cross I came here in ambulance Я came глагол come вторая форма came пришел прибыл я приехал так же сама приехал пришел прибыл I came here я приехал сюда in an ambulance в машине скорой помощи ambulance 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 это машина скорой помощи я приехал сюда в машине скорой помощи почему n стоит а не а потому что как раз ambulance начинается на гласную букву когда гласная буква то необходимо к добавить n для чего это делается ну конечно же для скажем так мягкости красоты речи an ambulance чтобы не было ambulance ambulance ну такое да то есть надо вот себя как-то запинать а вот I came here in ambulance вот все певчески легко культурно вау лайк итак друзья мои I came here in ambulance я прибыл сюда я приехал сюда на машине скорой помощи but I don't know но я не знаю this part of London я не знаю this эту часть part часть of London часть чего of принадлежность London London and I'm not sure и я не уверен I'm not sure I'm sure я уверен I'm not sure я не уверен how to get back home как to get back добраться назад home домой from here отсюда I don't know but I've got a map in the car said Haminda she was about to put the key in the door when her mobile phone beeped she had a new message she took the phone out of her pocket and began to read you are in danger translate I don't know я не знаю I don't know я не знаю ну вот ну не знаю I don't know все but no I've got опять видим наше have и got третья форма глагола get got got I've got вспоминаем наш пример I have lost the key и тут то же самое I've got a map у меня была карта in the car в машине когда было вчера ее туда положили год назад дофиг его знает но она отчитывается она говорит факт о том что она когда-то видел эту карту она ей на глаза попадалась и она говорит I've got у меня была a map карта in the car в машине почему the car потому что конкретная машина the car said Haminda сказала Haminda глагол say в прошедшей форме she was about to put the key in the door she was about она была about это около дословно но в контексте мы можем использовать это слово когда мы хотим сказать что мы приближались вот к какому-то действию какому-то событию мы вот были к чему-то близки и вот в данном случае фразочка she was about to put the key in the door она была уже практически вот это about практически приближалась to put the key как вставила ключи in the door во двери when когда her mobile phone beeped когда ее мобильный телефон beeped это пищать beep beep то есть вот эта машина что делает beep beep пищит так вот beep beep это все оттуда с английского языка beep это значит пищать beeped мы видим окончание иди значит что делала пищала тогда и в данном случае ее телефон пищал when her mobile phone beeped когда ее мобильный телефон запищал то есть она уже практически вставила ключ вот приблизилась ключом к скважине и тут зазвенел запищал ее телефон she had a new message она получила новое сообщение she took the phone out took out означает глагол take out это доставать а так как она достала глагола take вторая форма took прошедшее время she took out но она достала что-то вот этот что-то вставляем в середину she took the phone out она достала телефон of her pocket из ее кармана and began и начала to read читать глагол begin у него форма began это прошедшая форма она достала she took the phone out of her pocket and began to read и начала читать you are in danger помним, да, эту схему из прошлого урока когда ей было это короткое сообщение вот скажем такой своеобразный шифр как можно ускорить себе печатание сообщений вот выучить эту схему на английском языке и вместо полного слова you и are можно написать просто буквы из алфавита you are in danger translate no нет this can be happening это не может происходить видимо окончание инговое то есть прямо в данную секунду она отрицает не может этого быть не может это происходить these things эти вещи happen случаются in films в фильмах not to people like me не с людьми как я she thought она подумала reading the message a second time reading читая она читала стояла в данную секунду и вот мы говорим читая сообщение во второй раз she thought она подумала читая she thought reading the message a second time она подумала читая сообщение второй раз second time второй раз she looked up slowly at the reflection of the man she looked up она посмотрела то есть взглянула подняла свой взгляд up это вверх но мы понимаем что она сначала вот стоит смотрит в телефон а потом she looked up она поднимает свой взгляд she looked up она посмотрела slowly медленно at the reflection of the man на отражение reflection это отражение reflection of the man на отражение кого of the man мужчины in the car window в окно машины for a moment she couldn't believe what she saw she was too frightened to breathe he was taking off the plaster it was fake he didn't have a broken arm translate for a moment she couldn't believe what she saw for a moment через какой-то момент for a moment через секунду через момент she couldn't believe она не могла поверить видим отрицание could not couldn't she couldn't believe what she saw она не могла поверить что она видела saw глагол see во второй прошедшей форме she was она была too frightened очень напуганной to breathe она была очень напуганной то есть и не могла дышать скажем так он был в процессе она вот смотрит на него он в этот момент taking off снимает the plaster этот гипс it was fake это была подделка fake это подделка но также мы уже тоже в своем сленге используем это слово как родное fake но на самом деле это имеет перевод подделка it was fake это была подделка he didn't have a broken arm did not видим прошедшее время did not have have это иметь did not have не имел тогда то есть не имел a broken arm сломанной руки broken сломанная потому что break это ломать break broke broken это три формы глагола слова break ломать сломать так вот у него не было broken arm сломанной руки а he was taking something out of his jacket then haminda realized what it was he was pulling out a gun translate he was taking something out он доставал опять видим was taking был в процессе но тогда вот в ту секунду это уже прошлое потому что это пересказ he was taking он доставал something что-то out is of his jacket его куртки jacket это куртка похоже как на жакет ну по-моему жакет это тоже куртка по как синоним скажем так да he was taking something out of his jacket then затем haminda realized haminda поняла realize это понимать это когда в этом что-то доходит не в смысле understand когда в принципе понимать там сущность природы человеческой а вот это осознавать вот что-то конкретно вам наконец-то дошло да то есть вот это вот в этом смысл идет realized then haminda realized затем haminda поняла ей дошло what it was что это было he was pulling out он вытаскивал pull это тащить pulling тут мы опять видим он в процессе и опять же out внаружу he was pulling out он вытаскивал a gun пистолет пушку да бедная haminda друзья сейчас я вам прочитаю полностью этот текст на английском языке уже без перевода для того чтобы проработать you're listening твой слух chapter 8 глава 8 haminda alone haminda одна i'm sure they think i'm really stupid thought haminda and i am because i believed them spend time with your dad before his operation they said they weren't worried about me spending time with dad the only thing they wanted was enough time to escape with the money shona was different at least haminda thought shona was different she thought that after all this was over they could be friends but now she didn't knew what to think anymore maybe they've gone to get a drink or something to eat thought haminda but she knew the truth without haminda there to stop her vanessa probably talked to shona about all the places shona could go on her honeymoon they could share the money half edge 50-50 that was enough to go on honeymoon for over three month haminda could hear vanessa it was so easy to believe her she was the perfect actress excuse me said a gentle voice making haminda jump sorry i didn't want to frighten you haminda turned around and saw a young man he was smiling kindly and when haminda saw that his arm was in plaster she started to relax no i'm sorry how can i help can you tell me the way to king's cross station i came here in ambulance but i don't know this part of london and i'm not sure how to get back home from here i don't know but i've got a map in the car said haminda she was about to put the key in the door when her mobile phone beeped she had a new message she took the phone out of her pocket and began to read you are in danger no this can't be happening these things happen in films not to people like me she thought reading the message a second time she looked up slowly at the reflection of the man in the car window for a moment she couldn't believe what she saw she was too frightened to breathe he was taken off the plaster it was fake he didn't have a broken arm he was taking something out of his jacket then Aminda realized what it was he was pulling out a gun so so for christmas домой на рождество вот такое приключение с ними чудится куда-то они едут с какими-то деньгами связано с какими-то ограблениями авариями короче все смешалось как в оливье да все в кучу друзья мои я как всегда буду настаивать на том чтобы вы при повторном изучении этого текста обязательно читали все вслух потому что вам необходимо проговаривать наша цель с вами говорить вы не можете говорить на английском языке если вы не будете проговаривать слова вслух иначе ваш мозг не сможет натренировать вашу мышечную вот эту память мышц лица и вы соответственно когда вам будет необходимо обратиться и открыть свой рот перед иностранцем и заговорить с ним у вас будут во-первых вы будете в стрессе вы и так будете по-любому в стрессе а я вам просто на тысячу процентов даю вам уверенности в том что при первом контакте с иностранцем когда он с вами заговорит на английском языке вы все поймете конечно же вы все поймете после такого преподавателя как я и тут аплодисменты да друзья мои и конечно же вы все поймете но вы столкнетесь с вот этим просто холодящим воздухом как знаете просто холодной водой на вас польют ваш мозг мгновенно начнет находить там правильные нейроны для того чтобы как-то преобразовать эту информацию которая вам вылетела тут же одномоментно из вашего скажем собеседника нового иностранца и тогда вы начнете использовать речь только в том случае когда вы будете натренированы поверьте ваши умственные способности достаточно быстро вас ориентирует то есть вы услышите знакомые слова знакомые фразы мозг сразу опа стоп точно это мне знакомо а теперь рот должен произвести и если вы не будете говорить если вы не будете повторять за мной вслух если вы не будете прочитывать все эти фразы весь этот текст и необходимые фразы для диалогов вслух друзья мои вы все поймете поймаете вот этот скажем вот эту эйфорию о том что вы все поняли но сказать и выдавить себя вы ничего не сможете почему потому что элементарно ваши мышцы лица не накачаны скажем так не было вот этого тренинга для них то есть и уже мозг выработает информацию выдаст даже уже в принципе предложение в уме вы прекрасно о нем подумаете и начнете бэкать мэкать кукарекать поэтому друзья мои ходите и сами с собой разговаривайте если у вас нет собеседника на английском языке но лучше бы чтобы этот собеседник был а как же вы его можете найти все элементарно просто садитесь и изучайте мои книги вместе со своими друзьями родными родственниками бабушка с внукой и внучкой отец сыном и дочкой дочка с отцом и матерью и вот таким образом друзья мои целыми семействами мы начнем с вами разговаривать на английском языке да поэтому хочу вам конечно же пожелать уверенности не нужно в себе сомневаться хуже что может сделать человек сам собой это начать сомневаться в себе любимом и уважаемом ну как же нам же не понравится если кто-то в нас будет сомневаться конечно же не понравится так как же мы можем допускать сомневаться сами в себе этого мы допустить тоже ни в коем случае не должны поэтому все ставим на кон уделяем ежедневно время чтению книг на английском языке с каналом English for everyone если еще не подписались быстренько подпишитесь на мой канал нажмите кнопочку подписаться пишем комментарии сообщения вопросы я все читаю я все рассказываю и детально если человек меня спрашивает в комментарии о том или ином правиле я там повторяю если например человек что-то не услышал здесь в самом уроке друзья мои я бесконечно счастлив что вас у меня становится больше больше на десятки с каждым днем да что там с каждым днем выходные дни десятками люди приходят в час ко мне на канал и моих подписчиков уже на канале больше четырех с половиной тысяч друзья мои как всегда хочу вам пожелать будьте бьёбэй 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 будьте свободными See you soon see you tomorrow see you next time bye bye guys Продолжение следует...